Становились мы на том, что Гражданская война вступила в решающую фазу, и когда Абшалому было предложено два плана ведения этой войны, первый правильный, второй неправильный, по первому плану нужно было немедленно преследовать Давида и уничтожать именно его, именно царя Давида. То есть по первому плану Абшалому предстояло стать отцеубийцей, как объясняют наши мудрецы, уж очень ему этого не хотелось. То есть он допускал, что выхода не будет и придется разделаться с папой. Но так уж прямо переживал, потому что он этого не хотел, что в итоге склонился к неправильному с точки зрения стратегии ведения военных планов, который был подсказан разведчикам, внедренным в Сыду Абшалому, сушая арки, засланец от царя Давида. Он провел этот план в итоге в жизни, план подождать, окружить Давида большими силами, вроде бы как бы никого не убивать, взять просто в плен, и потом по мирному, по-тихому договориться. Вот это вот все, что абсолютно, конечно, было неправильно с точки зрения стратегических, это приняло Абшалом. И, как мы говорили, Ахитофель, советник, сначала Давида, теперь Абшалома, заклятый враг Давида, дедушка Батшера, этот человек, дававший гениальные советы, давший правильный совет убивать Давида сразу, увидев, что его совет не принят, не стал ничего дожидаться, поехал домой, написал подробное завещание, и так быстренько в рабочем порядке удавился. Это довольно странное движение для человека, в принципе, хорошо знающего еврейские законы, потому что самоубийца – это большой нарушитель наших законов, и это в коем случае нельзя делать. Но идея Ахитофеля, в общем-то, если суммировать то, что написано в комментариях, была довольно-таки проста. Мы с вами знаем, что многие евреи, не про нас будет сказано, не дай Бог, ни про кого из наших друзей и знакомых, и тем более родственников, многие евреи покончили с собой в течение еврейской истории, тогда, когда было понятно, что им не избежать попадания, например, в плен к каким-нибудь крестоносцам, которые или будут заставлять принимать чужую веру, а если не смогут заставить, то будут резать на мелкие кусочки или жарить на мельмином. И когда человек понимает, что у него есть вариант одни удары покончить с жизнью или ждать, пока его начнут крутить на вертеле, в принципе, покончить с жизнью разрешается. И в данном случае Ахитофель понимал, глядя вперед, далеко глядя, что если его совет отвергнут, это означает, что Давид победит, и Давид вернется в Иерусалим. И Давид разделается с ним, как с основным двигателем, участником мятежа, и ему Ахитофель попадет за всех. И за Ашалома, которого Давид, естественно, не захочет убивать своего родного сына, из-за всех остальных плохих, которых нужно будет пожалеть, в частности, тут была еще одна фигура, очень любопытная. Очередной племянник царя Давида, сына его сестры Абигали, которую звали Амосом, этот человек был назначен Ахшаломом, маршалом армии. И тут очень любопытно написано, что он был назначен маршалом армии вместо Иова. То есть мы отсюда ясно видим, что армия была на стороне Ахшалома, основные силы. И Иов остался без армии. И он, так сказать, вот просто в составе этих шестиста человек, которые остались верными Давиду, он лишь отправился в изгнание вместе с Давидом. Армия осталась под началом у Ахшалома. Да, гвардия ушла выше с Давидом. Но, значит, это там тоже племянник, родной племянник Давида. И Давид тоже наверняка не захочет его не только там жарить на медленном огне, но даже просто банально к стенке поставить. В общем, кругом родственники. Кругом своих. И Ахитофель один. Очень, да, не родственник, да еще и ненавистник Давида со стажем. Понятно, что на его голову посыпятся все, все, все шишки. И поэтому Ахитофель, решив не дожидаться развития событий, быстренько покончил жизнь. Конечно, с точки зрения Галахи, ну мы теперь, конечно, все умные за ним, но с точки зрения закона еврейского это, конечно, была большая ошибка. Потому что покончить с жизнью самоубийством, в ситуации, когда тебе еще неизвестно, сколько осталось в жизни, то есть, может быть, еще неизвестно вообще, когда Давид вернется. И кроме того, вообще все, что ты сейчас считаешь живое, это только твоё предположение. То есть тогда, когда пристанутся стоят вокруг и невозможно от них никуда деться. Ну то есть, просто нет такой силы, кроме чуда, которое может тебя спасти, а на чудо мы, в общем, полагаться не можем в такой галахической ситуации, в такой ситуации еврейского закона. Это понятно, что ты можешь покончить жизнь самоубийством, чтобы тебя не мучили и не издевались над тобой очень долго. Но, когда еще вообще ничего не происходит, ты находишься в глубоком тылу, еще нет никакого решающего сражения, еще ничего не произошло, и ты уже все просчитав до конца, быстренько удавился, это, конечно, неправильно. С точки зрения наших законов так делать он не должен был. Но это еще одна ошибка, которая была связана, в общем, с его бесконечной уверенностью в своей травоте. Прямо скажем, не без оснований. Так вот, после смерти Афитофеля, и после того, как он был похоронен у себя там, рядом с домом, в могильном наделе своем фамильном, Давид оказался в городе Маханай. Любопытное место, очень важное для еврейских традиций, то самое, которому имя дал протец Яков, когда возвращался от тестя домой, от Лаван, увидел там ангела, назвал место лагеря Маханай. То самое место, где Яков переходил Иордан в сторону Святой Земли, Давид со своими немногочисленными соратниками переправился через Иордан в сторону из Святой Земли. И там оказалась немножко другая ситуация. То есть, Афшалум, когда он занимался своей потрясающей популистской деятельностью, когда он склонял на свою сторону всех христиан, он как-то, руки у него не дошли до Заиордания. То есть, до Иордана, вот всю основную территорию Святой Земли он там объехал, всех христиан, значит, густосахарный целовал, всем деньги раздавал, рекламировался как следует, это все он делал. А вот так, чтобы переправляться туда, за Иордан, там, где, как вы помните, был небольшой анклак еврейский, там за Иорданом жило два с половиной колена, колено Рувена, колено Глада, и колено половиной колена Минаша, они там жили за Иорданом, туда он что-то как-то у него руки не нашли. Поэтому, в принципе, когда туда приехал Давид, он как будто приехал в нормальную, незазомбированную еврейскую общину. То есть, люди, которых он там увидел, они были, в общем, вполне знакомо послушаны. В частности, в жизни Давида там появился очень интересный персонаж, которого звали Барзилай из Геллана. Барзилай Гелландский. Так вот, этот Барзилайн был очень любопытной личностью. С одной стороны, это был человек богатый. И здесь очень смешно, перечисляется очень подробно, сколько всего Барзилай привез до Давида. Ну, скажи, что он просто его поддержал. Нет, вот тут прям, и вот он, и постельное белье, и всякие инструменты, и муку, ячменную муку пшеничную, и специальные печеные зерна, и чечевицу он ему привез. И в торгу еще, кроме этого добавляется, что он готовил еду, там поливая кухня прям целая, приехала к Давиду, с такими большими чанами. В одном была огромная такая вот, огромный чан был с пшеничной кашей, а с другого с чечевичной кашей. На самом деле все это называется штито, штито, знаменитое филмоническое понятие, это такая специальная, очень-очень разваренная, сильно разваренная, или пшеничная, или овощная каша. Так вот с этими кашами из прочей еды Бразилай прибыл, всех там кормил, узнал, что царь приехал, он, на самом деле, так сказать, не был в курсе всех последних политических событий, но царь приехал, и, в общем, естественно, надо сделать все, что возможно, для того, чтобы почти он это сделал, и в итоге царь отплатил ему и его семье огромной благодарностью, потому что и при Давиде, и еще при царе Соломоне вся семья Бразилай, пользовалась совершенно особыми привилегиями, и его потомки могли совершенно спокойно столоваться прямо в царстве, в дворце. Из-за этого мы видим с вами, что помощь царю Давиду в этой гражданской войне оказывали веки. И тот человек, который это делал, оказывал эту помощь, он, значит, этот человек действительно мог рассчитывать, так сказать, мог рассчитывать на большие-большие привилегии со страной. Ну, это одна сторона личности Бразилая, другая, очень любопытная, я бы сказал, в некотором образом, странная сторона его личности, неожиданная. И Талмуд, в картате Ивамот, на 76-м листе приводит, что Бразилая отличался такой возбудимостью, что стоило ему увидеть даже не женщину, а женскую одежду, с ним буквально сразу происходили какие-то неповторимые, непоправимые последствия. То есть, он был совершенно не воздержан в этом плане. Абсолютно. И причем до такой степени, что он является в Талмуде неким примером, эталоном, в плохом смысле этого слова, что у Фоизима человека, который погружен в разврате. Разбойник. Просто вот ни минуты не мог провести без мыслей на эту тему. Такой был странный, с одной стороны, был очень такой, как человек приятный, готовый помочь и поддержать, и поделиться своим богатством. Вот Дорида поддержал и получил привиление себе. Ну, вот он с женщинами делился. Да. И вот это вот отношение к слабому полу, это был, конечно, страшный момент у него. Здесь он был совершенно не в конденции. Ну, из этого мы с вами видим очень понятную простую вещь, что царь Давид понимает, что у человека могут быть большие слабости, они же нарушают настоящие, нарушают еврейского закона. Это серьезное нарушение еврейского закона. С одной стороны, да, но это его отношение с Богом. Если ты не кинг. Да. посмотри, насчет царя, у него тоже все же по ранжирует. Как вы видели, что там произошло с человеком, когда он там что-то неправильно сделал, и 6 месяцев он был прокажен, и дети у него умирают, как это творится. То есть царь тоже, понимаете, чуть-чуть не туда, а сразу, но здесь ситуация в том, что он, видимо, все-таки, чтобы понять правильно эту ситуацию, он никаких серьезных нарушений еврейского закона не делает. То есть, конечно, когда речь идет про те непоправимые последствия, о которых я говорю, это огромнейшее нарушение, это страшный грех, когда человек теряет семя, мужчина теряет семя, страшный грех, но если допустить, что это делалось непроизвольно, потому что у него была вот такая невероятная возбудимость и энергичность, то это одна сторона вопроса, а то, что он там имел какие-то постоянные контакты с данными, то, в принципе, можно допустить, что, естественно, он не имел никаких контактов с замужем. И все это, так сказать, на таком уровне несмертельных нарушений закона, скажем так, но, к сожалению, постоянно. И поэтому Давид отнесся к нему очень по-человечески, потому что тот ему помог и проявил благодарность. То есть мы видим, что благодарность, она не зависит от того, какие отношения с Богом у этого человека, с которым ты сейчас имеешь отношения, и который тебе что-то хорошее сделал. То есть, даже если у человека отношения с Творцом испорчены, в принципе, надо, конечно, его воспитывать, надо ему помогать, надо ему разъяснять, но это не означает, что он, он недостаточно кошерный, мало ли, что он мне помог, так я ему теперь не благодарен. Все, до свидания, если мы ничего не делаем. Это не наше, так не делается. Благодарность в любом случае появляется. Но это такой простой момент, эпизод в этой всей жуткой истории. Дальше фактически, ну да, тут все перечисляется, мед и масло и мясо, приготовленные, все это он привез с собой Давиду, все это раздал, все покушали, вот так. На этом закачивается 17 глава, начинается 18, решающий. Давид пересчитывает народ, который с ним, и оказывается, что пока он стоит за Иорданом, его лагерь очень сильно разросся, потому что местные жители мгновенно, без всякого специального рекламирования деятельности Давида естественно, встали под его знания. То есть, из местных жителей за Иорданем у него была сбита довольно-таки мощная сила в количественном плане, потому что вот здесь написано, что он поставил тысячников и сотников. То есть, если он поставил тысячников, это же означает, что это уже была довольно-таки серьезная прибавка к его шестистан гвардейцам. И все это было разделено на три примерно равных части. Треть была дана Йоаву, командовая одной третьей войны, вторая треть была дана брату родному Йоаву, Абишаеву, уже великому воину, это тот, который говорил, позволь я отрублю ему голову, когда глава Синедриона бросался песково, камнями и продлил давидом. И третий очень интересный этап, гитийский изгад вот этот бывший палестинец, с которым Давид там, так сказать, дружился, и тот за Давидом приехал из в Палестине, будучи большим специалистом в области военного дела, тоже получил бригаду. Видим, что Давид совершенно спокойно доверял бывшему палестинцу, потому что он в людях в общем хорошо разбирался, он понимал, кто может так себя повести в экстремальной ситуации из-за его близких людей. И тут возник главный вопрос, а где будет сам Давид? То сейчас будет смерть в убийстве. Это в общем все понимают, потому что Авшалом уже переправляется через Иордан со всей своей несмертной толпой воинов. И причем ведет их сам. И вопрос, где Давид? Давид, естественно, очень интересный. Я пойду с вами, говорит Давид. Ну сам факт, того, что он такое говорит, это уже очень интересно, потому что вместо того, чтобы сказать, я пойду с вами, я не пойду с вами, встану вошел, то есть, царь, все это за разговором, я пойду с вами. Видимо, Давид прекрасно понимает, что количество жертв и количество проблем, если он будет непредоволен, может быть гораздо больше. Почему? Потому что еще то его принято нужен всем именно он, если его нету вообще в составе военщих, то в принципе это может довольно быстро закончиться, как-то, определенным образом, и пока его нет, может быть действительно крови пройдется меньше, скажем. и сказал народ. Очень интересно. Народ сказал. Кто такой народ? У нас это очень часто происходило в истории нашей бывшей Родины, когда глаз народа, народ считает. По многочисленным правилам трудящих. Кто это такой? Вот этот народ. Ну естественно. Это профессиональные люди, которые ведут посреди народа правильную действительно работу, и в итоге все выбранные не совсем, не полностью косноязычные слесаря и комбайнеры, они выступают и говорят, что мы хотим, мы считаем, все мы. Вот это примерно так было организовано. Значит, народ сказал, не выходи, не ходи с нами, потому что если мы будем разбегаться, нас никто не будет даже преследовать, на нас даже не обратят внимания. Если будет понятно, что тебя с нами нет, то если мы проиграли, мы проиграли, мы убежали, а где ты же неизвестно, мы тебя где-то спрятали, неизвестно. Поэтому в принципе исход битвы он может не будет таким кровавым, если тебя не нас не будет так сильно убивать, потому что ты как 10 тысяч человек, естественно, будут искать тебя, царя. И поэтому лучше будет нам, это еще один аргумент, номер два, нам будет лучше, если ты будешь нам помогать из города. То есть где-то мы тебя там спрячем, и ты будешь оттуда нам помогать. Что такое? Имеется ввиду молитвы. Ты праведник, сиди, молиться нам, вот, псалмы свои замечательные читать, собственные, собственные, сочинения, а мы пойдем воевать. И царь говорит, то, что хорошо в ваших глазах, я сделал. То есть он подчеркнуто показывает, что в данном случае он подчиняется народу. Почему это он такой сговорчивый? Потому что он до сих пор как бы не считает себя царем. Он же ушел, он сам бросил пост, и поэтому а можно я пойду? Нет, не надо, оставайся. Ну хорошо, я шоу. То есть он себя царем в данный момент не выставил. Ну так, какой-то это суд. Исполнявший обязанности, сейчас переставший исполняв. И тут перед тем, как народ выходит на войну, уже вроде бы все, уже, так сказать, надо уже запевать, хлопцы должны запевать писем и выходить стройными рядами, царь, 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 перед всеми летом. Леатлила наар леатшалом. Как это перевести коротко? Леат это на самом деле медленно. Медленно. Ли это мне, медленно мне, медленно для меня, с юношей ашалом. Что такое медленно для меня? Ну, более, как бы, вот и говорила я, вот, ведите себя, как бы, замедленно, ну, то есть, почеркнуто, спокойно и осторожно ради меня, с юношей ашалом. Что это значит? Во-первых, наар юношу. Да. Какой-какой такой юноша? Юноша такой. Он уже стильно взрослый ашалом, юноша. Наар написано во всех книгах, ашалом, теперь так называют дурака. Юноша, в смысле, такой, ну, недоразвит. Ну, он, он у меня дурачок. Убивать он меня не хотел. Пошел на второй план, на неправильный план. Именно потому, что не хотел меня убивать, как бы, говорит, даю. И поэтому, пожалуйста, ведите себя с ним очень осторожно. Что это означает? Не то, что не убивайте, понятно, не убивайте. Но даже, чтобы случайно, ну, война, мясорубка, даже, чтобы следите все время, когда вы случайно проявляете огромную же осторожность, чтобы он только не погиб. И написано, что весь народ услышал приказ царя и все министры по поводу шелома. Все слышали. Ну, здесь просто потрясающе. Выдержка из неоднократно упомянутого герсонида, как и нулевый, тот, который подвергался неоднократно жесткой критике со стороны наших великих мудрецов о своем увеличении и знании мировой философии и всякие моменты связанные с этим делом. Так вот, герсоид, он и высшего порядка ральбах, он приводит некую идею, которую упоминает Майкер. Опять же, именно потому, что Майкер так говорит, мы приводим здесь ральбах. Не опасайтесь, ничего, что у нас будет критиковать. Идея следующая, я прям цитирую. Почему надо было обязательно пощадить Абшалома? Потому, что его надо спасти, обязательно спасти, если он окажется в ваших руках, пишет Ральбах. Расшифровывая слова дам. Потому, что по мысли Давида, по его мнению, все, что сейчас происходит, это прямое следствие собственного греха Давида с Батшема. То есть, ему же было сказано, что зло будет восстановлено против тебя из твоего дома. И поскольку он сам, Давид, является причиной, получается, что Абшалом он только инструмент для того, чтобы взыскать Давида за его грехом. А если это так, то давайте не будем к этому инструменту относиться слишком жестко. Сразу надо отмечать, что логика это с первого взгляда вообще не будет. Ну, ни с какой стороны. Потому, что если мы начнем так рассуждать, у нас в истории человечества не остается ни одного настоящего высококачественного подлеца и негодяя. Потому, что в любом случае, в любом случае, любой негодяй подлец, любой нехороший человек, он инструмент для того, чтобы наказать какого-то там праведника, который оступился и что-то там еще. То есть, теоретически, если так начать говорить, что это же все от всевышнего, это все вот, значит, хулиганы там избили, убили кого-то, там, зарезали, это все не так страшно, они неплохие люди, это просто всевышний так наказал кого-то. Что это такое? Мы с вами прекрасно знаем, что есть совершенно четкое указание, мигал, гал, 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 когда нужно кого-то наказать, выбирая для этого самых ужасных людей, которые для этого как раз подходят. То есть, тот факт, что человека выбрали инструментом для наказания, он и показывает, что этот человек никуда не годится. Ни какой-то другой сын, ни какой-то келав, например, сына обегали, великий толмудист, сын Давида, восстал против собственного отца, не дай Бога. Он сидел всю жизнь, только цветок Тора перекручивал, вот, и необъятные глубины в нем обнаружил. Все, больше тем не занимался. И даже голову не приходил, ни на царство претендовали, ничего. Сидел себе человек, постигал глубины божественной мудрости, никого не трогал. Так, а из Абшалома сделали врага народу. Понятно, значит, именно такого и выбор. Потому что здесь написано, это очень трудно понять. Единственное, что, есть маленькая девочка. я не могу утверждать, что это отличие, оно какое-то такое, прямо вот, радикальное, кардинальное. Но оно есть. Все случаи, о которых я сейчас говорил, там, человека убивают, наказывают и используют для этого нехороших людей. Например, не дай Бог, катастрофа европейского еврейства, о котором неоднократно говорится в наших книгах в последнее время, что великие раввины предупреждали и прописать евреев, что такое отношение к Богу, оно закончится катастрофу, и все это, все эти известные вещи. Это никак не означает, что нацисты и махшман, чтобы было стертое имя и все это уроды и чудовищные люди, что они не чудовище, а приятный, хороший инструмент в руках Всевышнего, которые наказывают. Понятно, что они чудовище, но чем отличается история савшалов? Она, оказывается, отличается тем, что о том вот этом вот факте, о котором мы сейчас говорим с наказанием Давида, Давиду напрямую сказал пророк. Маленькое, но очень важное это. То есть то, что мы там говорим про наказание всего еврейского народа в какой-то момент, это безусловно, скорее всего, так. Но мы не имеем никакой информации о Всевышнем напрямую. Точной, точной какой-то стопроцентной информации не имеем. И поскольку это так, то были разные варианты, всегда в истории есть разные возможности и варианты. Но когда пришел пророк и сказал, что будет так, нет других вариантов. И поэтому вот что, наверное, хочет сказать, ральба, что в этой истории с Давидом Афшалом был в более степени то, что называется анус, изнасилован обстоятельства Афшалом, чем кто бы то ни был другой в похожих ситуациях. Потому что Давид должен был получить наказание, это было совершенно необходимо, и Афшалом вынужден был как бы вот, ну, лучше его не нашлось, и вот круг был выбран пророслый, никуда не есть. И поэтому Давид чувствовал себя ответственно за эту всю историю с Афшалом. Еще одно объяснение этого момента связано с очень-очень важным тоже аспектом. Дело в том, что Давид, как известно, как любой правильный вообще никогда не хотел быть причиной, чьих бы то ни было неприятностей. Даже если человек разужил, даже если 300 раз ему надо получить наказание, но я не хочу, чтобы меня использовали для этого наказания. Не хочу быть элементом механизма. Поэтому Давид накажет его или накажет, я не хочу в этом участвовать. Я вам приказываю этого не делать. Если произойдет какой-то несчастный случай, или потом как-то, это уже другой разговор. Но все, кто мог, не надо в этом участвовать. Не надо участвовать в наказании человека. Это просто неправильный и вредный бездорожник. В любом случае. Это то, что он говорит. Дальше происходит следующее. Армия выходит навстречу этой толпе евреев, которая под руководством Алфава. И война происходит в лесу Ифраем. Естественно, все задают вопрос, откуда взялся в колене Ифраем лес за Иорданом. Колен Ифраем находится внутри Святой Земли, а лес у него за Иорданом. Оказывается, есть правило, что любое колено Ифраем, так сказать, таким были законы, имело право выводить своих животных там пастись и гулять и куда угодно на территории чужих колен. И чужое колено не имело права уберить отсюда своих корон. То, что все родные, все свои, и если это не то, что называется private, это не мой личный дом, в который другое колено приводит своих корон. Это понятно, что если это просто лес, который принадлежит моему колену, я не могу сказать, уберите своих козлов. Потому что все родные и все свои. Поэтому колено Ифраем, которое жило за Иорданом, они выгуливали там в этом поле и в этом лесу рядом, они выгуливали там своих животных, они там свою руку приложили к этому лесу, поэтому называлось лес Ифраем. Короче говоря, в этом лесу все происходило. В лесу в условии пересеченной местности. И, конечно, в этих условиях профессиональные воины царя Дамира проявили себя в полной мере, и они так подготовились, и они начали эту битву саму по себе, эту войну, что народ с той стороны сразу очень сильно пригорюнился и, в общем, по-простому говоря, побежал. То есть враг совершенно не проявил никакой добрости в этой ситуации, потому что в этом лесу люди падали просто, и не было понятно вообще, откуда в них летят стрелы, копья, где враги. То есть человек непрофессиональный, человек, который не привык воевать в таких условиях, в отличие от Давида, который со всеми этими людьми бегал там постоянно по горам, по лесам, и они знали вообще, как это все делается. Сколько бы тебя не было, сколько бы людей не было, если они не умеют как следует воевать в условиях пересеченной местности, это трупы потенциальные. Против людей, которые, да, умеют это все делать. И поэтому народ, который привел с собой Абшалом, очень быстро фактически перестал оказывать сопротивление, и народ побежал. А еще надо было выбежать. Потому что в течение войны воины Давида, они затягивали их все лучше в лес, в котором они ориентировались в десять раз лучше, естественно. И затягивая их в лес, они те еще плутали в лесу, не могли просто выйти. И пока он там плутал, и пока он там ходил, его там пристреливали, вплоть до того, что написано в тексте, что лес погубил больше, чем погубили мечи. Понимаете, где? То есть меч это непосредственное столкновение людей, которые воюют друг с другом, непосредственное, значит, резня. А в лесу, когда в тебя попадает стрела, и ты даже не знаешь, не дай бог вообще, откуда она прилетела, вот в таком положении вся эта война, двадцать тысяч человек погибло в этот день со стороны Абшарова. Ну и тут финал. Финал гражданской войны. Парадоксальный страшный, страшный, многие-многие события вообще, истории, человеческой истории, прежде всего, то, что мы встречаем в Танахе, парадоксальный страшный финал. Абшалом, верхом на муле, едет по этому лесу, пытается хоть куда-то выехать. и он не знает, он не видит, что на него смотрят, потому что так эта война вся и продолжала, так происходило вся. Эти идиоты едут, пытаются выехать из леса, а те знают, где что происходит, как это все огнивают, и оттуда, отсюда, один из дупла, другой из-за дерева, и Абшалом едет на глазах у рабов Давида, как здесь это сказано, что это, на глазах у его царапи и проезжает мимо большого такого раскидистого дуба. Пошел. И то ли он приподнимается в стременах, чтобы посмотреть вперед, хоть что-нибудь в этом буреломе разглядеть, то ли что он зацепляется своей шикарной шевелюрой, своими потрясающими такими вот волосами, которые можно было там специально взвешиво зацепляться за дерево, и повисает на волосах. Мулы уезжают спокойно. Болевый шок, ну, человек висит на волосах. И вот это вот картина. Царский сын, бунтарь, революционер, восставший против собственного отца, висит на дереве. Что делать? Один из наблюдателей немедленно там, ну, как это, в лесах, в лесу обычно делается там условный знак, передает командующим группировки. И, увы, увы, этим командующим, то есть, вот той группировкой, одной из трех группировок, которая здесь находится, оказывается, ЮА. ЮА немедленно, стримглад, бежит на место действия. Очевидно, что это был специальный сигнал, который ЮА просил ему передать именно в случае, когда увидит Афшалом. Потому что вот именно этого сигнала ЮА ждал больше всего, потому что Афшалом уже главный тот самый. И ЮА подъезжает, прибегает со страшной скоростью к этому месту и видит эту картину. И тогда тот человек, который отдавал ему указания, который передавал информацию, и ЮА в стоят и задели и смотрит на эту картину. ЮА мгновенно выдает следующий приказ этому человеку. И он говорит, ну, и когда ты его увидел, почему ты его не убил? Обязываюсь дать тебе десять слитков серебра и специальную перевесть за это. Убей его именно. Товарищ обращается к ЮА и говорит, так если бы даже я прямо сейчас тысячу слитков получил, я не могу поднять руку на царского сына, потому что мы вот этими ушами слышали приказ царя, и ты его слышал, и Алишай слышал, и Тай, все наши его слышали. Значит, шимру мибана, то есть, пожалуйста, сохраните для меня юношу Аф-Шалону, невозможно его убить. Очень характерная реакция. Ну да, он еще будет говорить, что даже если я совру и буду что-то говорить не то царю и скажу, что не я его убил, говорит этот солдат, так все равно царь все узнает, у нас такой человек. Ну, я говорю, ах, аж у тебя больше ни о чем просить не буду. Такая верность. Такой мелочи нельзя. Да, верно, не буду тебя больше ни о чем просить. Что ты сказал, маршет со своим солдатом. И он показывает, что он не просто спокоен, что он не просто все решит. ведет какую-то такую простую почти светскую болтовню с одним из солдат. Ну, и ладно, противный, больше не будут тебя ни о чем просить. Он берет три таких вот заровых дротика, естественно, с наконечниками острыми, все три зажимает в ладон Юа в сам ключ. и так их вгоняет в сердце Абшалом, что эти дротики выходят из Абшалома с той стороны и врезаются в дуб до самой сердцевины дерева. Вот такой удар у него. То есть буквально вынес его сердце, врезал его в дуб и тут написано убийствами. Это страшное убийство. Мы понимаем, что после такого удара человека нет сразу. Он сразу умер. Ну, так в сердце ударил. нет. Вдруг в книге написано, что десять оруженосцев Юа ударили Абшалома, поскольку он еще был жив. Это что я считаю? Кто был жив? Когда был жив? Какие действия оруженосцев? Ну, контрольно выстрел в голову. Да, да, но что нам хотят сказать? Как жить? Оказывается, нам сообщается здесь очень интересная циальная версия. Оруженосцы Юа но он там в общем по лесу один-то не ходил в марши. Они очень интересно повелись к ним. Причем Юа не приказывал этого делать как очевидно. Это была их собственная инициатива. Чтобы тогда, когда буквально в тот момент, когда Юа нанес свой страшный удар сына царя, те буквально тут же торопят, чтобы как бы Абшалом не успел совсем умереть, тут же они его всех десятером протвули. Абшалом бросили в него копию. Чтобы не получилось, что его превосходительство маршал до один убил царского сына. Да нет! Вообще непонятно, кто его убил! Его изрешетили, да? Вообще непонятно, что случилось! Хотели прикрыть своего маршала. Причем это была их личная инициатива. Все понимали, что этого человека надо убить. и оказалось, что только слабые характери, вот такие, как вот этот товарищ, который передал там, у-ху, а Шалова нашли, боялся к нему прикоснуться, всякие слабонервные, они собирались случиться приказу дарить. только не его, который, как и свист неоднократно действует не исходя из родственных интересов. На всякий случай Ашалов военный брат его, как вы понимаете это, так сказать, казна, они все-таки очень близкие родственники, его племянник Давидора. Так несмотря ни на что он действует государственно, так интересны они в личных и поэтому он уничтожает этого врага и его оруженосцы полностью его поддерживают в этом вопросе. Прикрывают его. Ну, зачем это еще было сделано? Потому что все практически были уверены, что очевидец этого мероприятия, тот, который испугался убивать Ашалов, он, естественно, обязательно изложит все расскажет где следует о том, как это происходило. Поэтому, чтобы было ясно, что убийство произошло как бы одновременно со всех сторон, оруженосцы поддержали своего машину. Ашаловы снимают с дерева, бросают его прямо в лесу, в очень глубокую яму и огромное количество камней на него кладут сверху. его туда вылудили. Потому что здесь написано в следующем стихе, что Ашалов был специальным могилем надел, где он должен был похоронен в низине царской. Ну, вы знаете, есть очень известное место на Масличной горе, даже не на Масличной горе, а у подножия Масличной горы, где утверждается, что это могила Ашалова. На самом деле там есть такое специальное место, и может быть, действительно, 100% уверенности нет, но вроде бы, по традиции известно, что это именно то место, где Ашалов был похоронен, в итоге, когда его из этой ямы выгонят. И эта могила называется Яд Ашалов, Рука Ашалов. Ну, экскурсоводы вам обязательно расскажут на территории Иерусалова, когда вы будете там проходить, что над этой часовенькой, которая над могилой Ашалова там построена, что там была рука сверху. И кто-то ее то ли отстрелил, то ли откусил. У каждого экскурсовода своя самая интересная версия того, куда делать рука. Ну, просто потому, что здесь книги называется «Могила Ашалова» называется «Рука Ашалова». Значит, там что-то сверху было на крыше могильного скрепа. Ну, значит, была рука. И я к свободе быстро думаю, что там происходило. Но никакой конкретной информации, конечно, эту тему нет, и это здесь не главное. Теперь на арене появляется Ахимаоц. Ахимаоц, сын одного из священников, Коина, который засели в Иерусалиме, тот самый, который убегал, прятался в колодце, значит, дальше бежал. Ахимаоц, который находится с Давидом, он подходит к Йоам через некоторое время и говорит, побегу-ка я и сообщу царю, что Всевышний сделал его суд, то есть, что Всевышний как бы встал в сторону Давида и что мы победили. Пойду-ка я сообщу царю про победу, говорит Ахимаоц. И вдруг Йоам говорит ему, «Нет, ты не тот человек, который должен идти с вести сегодня. Ты бы лучше какой-нибудь другой день сходил. Сегодня не тот день, когда тебе надо». И причем удивительно, что Йоам здесь уже написано, он очень-очень заботится о том, чтобы, не дай Бог, лишних людей на этой войне не убили. Он заботится о том, чтобы кто-нибудь не получил какого-нибудь лишнего наказания. То есть, как мы с вами говорили, к врагам он был абсолютно успешен, но своих друзей, нормальных евреев, он очень любил, всегда их поддерживал, помогал и заботился о них просто как о родных детей. Так враги-то тоже евреи? Да, Иисус Клубин. Но если он вел себя неправильно, если он восстал против царя, все, конец, ничего не десет. Но если ничего не плохого, не делал, помогал, то как он. Вот так вот, наш разведчик, был врага, Кахиман. И сейчас он пойдет, еще он говорит, Давид, вот его сына убили. Мало ли что, с такими новостями к царю лучше не посылать наших лучших людей. Давайте пошнем с этой новостью кого-нибудь покушать, кого-нибудь жалко. Я прямо сейчас буду открытым текстом, то, что здесь написано, без всяких, вот это, несмотря на запись, потому что из песни слов невыгненего, да, это книга, которая канонизирована всеми абсолютно. Йо выбрал для этой цели афроамериканца. Это я просто говорю в более современном таком варианте, когда не было афроамериканцев, тогда были просто куши. То есть эфиопские люди черного цвета, эфиопские какие-то радуги, которые, так сказать, были у Йо там несколько человек для каких-то таких. И отсюда мы с вами знаем, одно из поговорок, становиться недром ничего там такого, в смысле сделаться жертвой какой-то операции, какого-то очень важного мероприятия, в которой в котором тебе отводится очень неблаговидная рука. То есть ты выбираешься здесь вот таким нехорошим, неприятным посланником. И поэтому Йо говорит, иди одному из своих вот этих негритят, скажи царю все, что ты видел. А этот еще кроме всего прочего это Ифиоп он видите ли присутствовал на всем мероприятии, что он вместе с Йо был все время, он был один из его каких-то близких этих помощников, и когда Йо прибежал смотреть, как Афшалом качается на волосах, он тоже был там на месте и видел, как это все значит было произведено, как этот удар нанесен, как Афшалом погиб, и как его в яму бросали, негритенок был там на месте. Так вот такие значения. И поклонился этот Кушник, этот Эфиоп Йо и побежал. Очень интересно. Он распростер санит спереди. Что это было? Его никто не просил распростираться санит, его просили к царю. То есть очень было идеологически выверенный правильный черный человек. Это был не просто черный человек, он был еще идеологически правильный черный человек. Что пусть мне оторвут голову за это. Но ты был прав. Так ему и надо этому грудовщику. Так ему надо было убить. Он поклонился и сказал пусть меня убьют. Пусть мне за ты новости которые принесу голову оторвут прямо. Но я готов, наша правая. Мы правы. А царь не прав. И прямо вот такие вот люди окружают его. Десять оруженосцев были готовы в любой момент бросать свои копья, чтобы его прикрыть. И этот тоже перед ним распростирается ницей бежит исполнять его волю, несмотря на то, что это просто опасно для жизни такие вещи царю принят. Ничего где наше не пропадало на святое дело иду. И черный побежал. А тут этот Ахимат постоянно под ногами говорит, не, ну можно, я схожу, можно, а он, видимо, не в курсе потом. То есть Йоав пока не разрекламировал, что он сердце Афшалома к дубу пришли, он еще никому это не рассказал. А Ахимат говорит, что мы просто победили, все хорошо, сейчас я пойду, можно я схожу к цели? Нет, ведь ни на чем тебе надо, сын, говорит Ахимат Йоав не надо, оставайся тут, сейчас нет никакого особого сообщения, потому что что-то плохое есть в этом сообщении, что-то хорошее, все это, вот я послал же человечка, человечек уже побежал, нет, ну я все-таки сбегаю, ну ладно, беги, что значит ладно, беги, потому что Йоав считает, он уже чувствует, что черненький прибежит первым, этот уже его не догонит, не тут-то было, Коинский ребенок проявил совершенно невероятный прыг, потому что он так хотел прибежать к Давиду и сообщить ему о победе, он такой был веселый, такой оптимистичный, такой прям, и он прям побежал, побежал быстро, быстро, и опередил этого черта, прям вот на повороте его опередил, давид, чувствуя, чувствуя, к чему идет дело, нигде не прятался, сидел прямо в воротах города, между, двумя обходами сидел Давид, и ждал, а на крыше башни ходил наблюдатель, и он видит, бежит человек, вдалеке, через всю долину, из леса, там еще, долина большая, пустое место, огромное поле, и дальше начинается лес, где была смерть, так как-то через всю эту долину, через все это поле, значит, огромнейшее совершенно, кто-то какая-то точка бежит, и этот сверху с крыши бежит царю, бежит, царь говорит, если он бежит один, значит, съездим, понятно, просто так один, что он не бежит, значит, что-то, если бы там сто человек бежало, все раненые, перебитые, так это, а если один бежит, ну, наверняка, что-то произошло, и царь ходит там в этих воротах и ждет, а тут постепенно бежит, потому что расстояние-то огромное, а этот с крыши смотрит, еще один бежит, что-то, еще один бежит, он говорит, передайте царю, царь говорит, это тоже с вестью, царь понимает, что это не то, что там какая-то химия, если есть два вестника, значит, какого-то специально послали, какой-то сам прибежал, или они посланы из разных мест, то есть, что-то там не то, явно, наконец, сверху происходит очередное сообщение, вот, первый, кто бежит, первый, кто опережает, он бежит так, как бежит ахима сын садок, оказывается, он был большой специалист, он, оказывается, был известный бегун, то есть, люди знали, что он вот прям молодой человек, ахима сын садок, он прям большой специалист, очень красиво бежит, прямо как сын садок, еще не видно, но уже видно, как красиво бежит, а царь говорит, это хороший человек, и поэтому у него хорошее место, белье, симпатичное, сын кое, ну, значит, хороший человек, хороший весь мир, и ахима бегает и кричит царю, и царь спрашивает, первое, что я спрашиваю, а, ну, сначала, как говорится, благословенный Всевышний, который закрыл врагов, которые подняли на тебя руки, передал наши руки, чтобы мы победили, и царь спрашивает, мир ли, мир с юношей ахалом, да, то есть, он говорит, не ахалом, мир ли, он говорит, мир с юношей ахалом, то есть, если ты прибежал, хороший человек, хороший весь, значит, ахалом живу, то есть, мир, с ахалом все хорошо, да, мир с юношей ахалом, и вот тут, в комментариях, какая-то такая непонятность, потому что, догадывался ли ахалом, о том, что ахалом вот такие, убили, а может быть, даже он знал, откуда это, откуда это, весть, хорошая, с хорошей вестью, может быть, он это и знал, но ответил он следующим образом, я видел там какую-то толпу, ааа, и Юа посылал своего раба куда-то, вот, и я там был, но я, в общем, не в курсе, что там, ну, он решил, эту тему, не входит, ну, на всякий случай, говорит, здоровье-то оно, не купишь, для этого черненький бежит, да, тут у нас, как бы, пусть, пусть кто хочет, тот и рассказывает про такое, а я, я про победу буду рассказывать, что мы победили, что у нас все хорошо, вот, и что Господь Бог с нами, вот это я буду рассказывать, а про что другое, это, увольте, настроение царя, сильно изменилось в лучшую сторону, он сказал, ты вот тут вот сбоку постой сейчас, пока вот тот прибежит, ты вот здесь постучишь, сбоку, а тут врывается наш черный товарищ, довольный, и говорит, пусть получит весь господин мой царь, потому что засудил Всевышний сегодня, отсудил тебя от рук всех, кто на тебя восстал, и тут уже спросительные интонации, и несуверенные интонации, царь спрашивает, мир ли юноша, шаво, живой? И тут интересная, вместо того, что, важность, беда, случайность произошла ужасная, страшное, не вот это такое дело, он там зацепился, потом упал, потом сам наткнулся на копье, и как 10 раз, ой-ой-ой, ничего подобного, этот негритен, пусть все враги моего господина царя, и все, кто восстают против, на тебя, на зло, все будут подобны этому юноше. Какие у нас идеологически упорные люди, их и упорные, наслужили. То есть он просто, вот-вот мне не так, чтобы его там, как-то что-то замазать, ой, я слышал, что он немножко заболел, подготовить, нет, у него был сильный насморк, когда я его видел последний раз, ничего, на косточки подальются, ничего, чтобы всем было врагам так. Айов, когда я его посылал, он не дал ему директивы, как излагать, но вы, ты должен сказать, то, что ты видел, то есть, вот как ты считаешь? Пожалуйста, как? И тот поклонился ему, показать, что я полностью на твоей стороне. Так ему и надо, и всех таких вот это вот, все, и мы за Давида, вот таком. вот на этом месте удивительно, что заканчивается 18 глава, и начинается 19 глава, заканчивается на словах негречем. то есть, это был такой удар, это была такая катастрофа, то есть, даже так, даже Давид, при том, что при его величайшем умении, величайшем предвидении, понимании, что такое может быть, но чтобы вот так, какой-то, я не извиняюсь, человек, который вообще с царем не должен разговаривать, ему вообще по аранжиру не получают, такие речи с царем, говорит, да что вам всех, это кто такой, что здесь происходит? Но Давид понимает, что это не негреченок с ним разговаривает сейчас. Это почерк Иова. Это понятно, кто? Это понятно, это племянничек мой со мной разговаривает таким образом. Все вот эти люди, которые начинают со мной вот так вот по-хамски разговаривать, это не Иова не разговаривает, это племянник со мной разговаривает. Иова, дорогая. Поэтому царь, конечно, он абсолютно, это удар, который он не мог перенести. Он поднялся наверх. Естественно, весь в слезах, в рыдании. И когда он шел вверх на башню, он повторял «Сын мой, Афшалом, Сын мой, Сын мой, Афшалом». Восемь раз он произнес Афшалом и Сын мой эти слова. Говорят наши мудрецы, что каждое слово, которое он произнес, «Сын мой, каждое упоминание про Сын мой, оно каким-то образом помогало душе Афшалом в другом мире. Что? Семь уровней, семь кругов. Нехороший местный, куда, не дай Бог, можно доказать. Каждое упоминание имени или слова «сын», оно спасало Афшалома, и в итоге он был полностью очищен благодаря этим слезам нами. Ну и все, конечно, хорошо. Но в дурибре начался отрава. Страшный отрава после усы. А тут к этому моменту как раз Йову передали. Кто? Все тот же персонаж, многоуважаемый негритенок, которого просто забыли казнить, просто как бы ни на него было. В этой ситуации, тем более, что он-то при чем? он сообщил Йову, что товарищ Маршал вот такие дела. Значит, там слезы, крики, царь абсолютно потерял свой царский человеческий облик, кричит, рыдает. Он вот сына своего оплатил. Йов получил эту информацию и быстро-быстро заспешил домой, в Ставку, к царю. Написано в книге, что спасение в этот день опернулось великим трауром для всего народа. Потому что все, кто был под знаменами Давида, когда они услышали, а информация такая распространится довольно быстро, услышали, в таком состоянии находится царь после них славной победы, были в ужасном состоянии. Удивительное слово здесь употребляется, что народ возвращался, победители возвращались обратно в город, где был Давид, как воры, как воры, которые под прикрытием стараются, чтобы их только не заметили. То есть, триумфанты, ты тихонечко, тихонечко, чтобы их не заметили. А ты участвовал в войне сегодня, в битве? Не-не, я в обоих, я вообще не знаю. То есть, такое впечатление, что они не просто не выиграли битву, не спасли государство, а они вот в таком состоянии возвращались, что они все проиграют, сделали все неправильно. И тихонечко, по стеночке буквально, победители, потому что сейчас же что царь будет делать никому не понятно. Он же всем приказал, каждому приказал, чтобы за Афшаломом следили. Сейчас начнется, кто не уследил, а кто виноват. А царь вообще не показывает, он закрывает свое лицо, как вот люди в трауре стараются, они накрывали прямо лицо всякими капюшонами сянетыми одеждами специально. И он сидит и кричит там где-то так хорошо кричит, что народ услышно. Товарищи в городе слышат, что происходит, что царь боит, просто у него сына убит. В общем, реакция-то понятна человеческая. Сын мой Афшалом слышно, знаете, так разносится по городу. Последний на сегодня это просто речь. Речь в исполнении племян. Вот. Мало того, что он пришпилил сердце своего двоюродного брата, сына царя Довикова, к дубу, так он еще пришел к царю после. Другой был на его месте. Ну, хоть неделю, хоть дед, хоть месяц, не показывался перед царским очем. царь лично обращаясь к нему и к остальным главнокомандующим присутствующим и он сказал, лично не трогайте о чем вам, приказал. И этот манжер его убил. Теперь он приходит к царю. Значит, я ничего не хочу добавлять от себя, я хочу просто просто зачитать точный перевод речи, с которой Юав обратился вдаль ты опозорил сегодня всех своих рабов, которые спасали сегодня твою душу и души твоих сыновей и дочерей и души всех твоих жен и всех твоих наложниц. Ты полюбил сегодня своих ненавистников и возненавидел те, кто тебя любит. Потому что ты показал сегодня, что у тебя нет ни министров, ни рабов. И я знаю, я понимаю, что ты показал сегодня, что если бы Афшалом был живой, а мы все были бы сегодня мертвы, вот тогда ты был бы доволен. И теперь вставай, выходи и обращайся к сердцам рабов своих, потому что Богом поклялся я, что если ты не выйдешь, то ни один человек не будет ночевать рядом с тобой в этом городе, все уйдут. И тебе будет от этого хуже, чем от всего зла, которое приходило к тебе в жизни с юности до сегодня. конец речи. Ну, это все, конечно, называется шоковой терапией, но мы, безусловно, в следующий раз будем, так сказать, более подробно разбирать эту страшную тирану. Это, ну, по всем мнениям, вершина отношений маршевого царя, который ее, как вы видите, в очередной раз, ну, в самом жесточайшем и выпуклом варианте показывается кредо человека, заботящегося только и только об интересах государства, царской власти, страны и народа, который сделан, непонятно, из какого металла он сделан, но вообще-то, человек. непонятно, где, где бывают такие вообще сплавы железа, из которого сделал этот человек, которому ничего не важно. Он убил сына этого царя, глядя, сына сына Давида, сына царя он убил собственной рукой. После этого он приходит и такое вот на голову царю выливает еще. Мало того, что он убил, мало того, что теперь отец в трауре по своему силу, он еще приходит и все это ему планирует. почему? Потому, что он глубоко уверен, что за ним право, и что царь святой земли, нашей святой страны, царь святого народа не имеет ни малейшего права, ни на какие подобные реакции, тем более, чтобы люди знали. В стране гражданская война только что закончилась, еще неизвестно закончилась, и царь скорбит о победе над врагом. Не может ли такого? Да хоть всех ему там перебили. Какая царь? царь не может скорбеть о победе над врагом. Но это его сын. Сын, да? Очень печально. Это личное. Это личное. Это враг, а не сын. Если в данном случае враг оказался сыном, тем хуже. Надо было детей лучше воспитывать. Это его личные дела. Вон, Иосиф Миссарионович, как по поводу своих сыновей? Это ужасная тема. Понимаете? Потому что здесь-то мы имеем дело действительно с ситуацией, в которой царь это законный царь, поставленный пророком, великий пророком, один из ключевых персонажей всей еврейской истории. И против него действительно восстает популист, который украл сердце у еврейского народа, как написано в самом деле. И это его собственный сын, который не прочь разделаться со своим отцом. Да, он не хочет его убивать, но если уж придется, то тоже ничего. То есть чудовища, а в шалом, безусловно, ужасный человек. Ужасный! И поэтому все точки должны быть расставлены над правильными буквами в тех местах и нах. кто правильный человек, кто неправильный, о ком надо скопить и из-за чего надо радоваться. В жесточайшем варианте одна из самых сильных, это, знаете, еще русский перевод, а как это звучит на святом языке, это вообще, это один из самых сильных ораторских периодов вообще, безусловно, во всем рунахе. То, что здесь я вам помню, то, что он вылил на грудь. Страшный, синий момент с Божьей помощью мы немножечко подробно эту речь разберем в следующий раз, потому что у них есть всякие живописицы. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok